Адрисское царство, союзное государство, включавшее в себя в разное время не менее 40 фракийских племен и 22 княжеств. Начально были провинции Кимвраната, далее перешли в наследие Баспару, далее были потеряны, далее заняты ахименидами и вернулись в совместное владение ахименидов и археонактидов. Столица – Севтополь. Оно располагалось на территории Болгарии с 475 года до Н. по 46 год Н. Образовалось после ухода персов из Фракии. Расширение государства натолкнулось на сопротивление греческих черноморских полисов, что вызвало Афино-Фракийскую войну 360-357 годов до Н. Результатом которой стало ослабление Адрисского царства. В 336 году до Н. и оно было разгромлено македонскими войсками и включено в состав Македонии. Однако, даже платя дань, адрисские цари сохраняли автономию до прихода римлян в айвеке до Н. и. В 46 году Н. Территория царства включена в состав Римской империи в качестве отдельной провинции Фракия. Основу экономики адрисского царства составлял экспорт хлеба в Грецию. В государстве сохранялись родоплеменные отношения. Адрисы – Рус. Устаревш. Адрисы – Лат. Адрайзи – Дер, Греч. Значительное фракийское племя, жившее на притоке Гебра-Атриски, по другим свидетельствам, на равнине Гебра. Упоминания о них впервые встречаются еще в доисторическую эпоху. Греческие мифы относили к этому племени певцов Фомерида и Орфея, из которых последний считался царем адрисов. В истории адрисы в первый раз появляются во времена похода Дария Гестас по Носкифию. Дарию удалось починить себе все фракийские племена кроме адрисов, вследствие неприступного положения их страны. Царь адрисов черезвоспользовался поражением соседей и расширил за их счет пределы своего царства, до Черного моря. Сын Тереса, Ситалк, объединил под своей властью весь берег от Абдер до Истра, Дунай в нижнем течении, который на севере отделял адрисское царство от Скифии. Западной границей, отделявшей царство адрисов от Трибалов и Пианийцев, были реки Осций и Стримон. В 431 году Дайан, заручившись поддержкой Абдериты Нимфодора, зятя царя Ситалка Афиняне втянули адрисов в Пелопонезскую войну. Ситалк послал афинянам подкрепление, за что сын Ситалка, Садок, получил право афинского гражданства. Попытка лакедемонян заключить союз с адрисами не увенчалась успехом. В 429 году Дайан, Ситалк предпринял поход против царя Македонин, Пердикки-2, но скоро примирился с ним и прекратил сношение с афинянами. В 424 году Дайан, Ситалк пал в битве с Трибалами. На престол вступил его племянник, Сефт-Ай, при котором могущество адрисов достигло наивысшего развития. Со смертью Сефта, в конце Пелопонезской войны, могущество адрисов стало постепенно ослабевать. В их внутренний раз привмешались греки, хотевшие отвоевать себе Херсонес, и Филипп-2, который в 343 году Дайан даже занял часть страны адрисов. Терес, 460-445 до Н.Э. Спарадок, сын Тереса, Кей. 450-431 до Н.Э. Ситалк, сын Тереса, 431-424 до Н.Э. Сефт-Ай, сын Спарадока, 421, Кей. 410 до Н.Э. Амадокай, 408-389 до Н.Э. Сефт-2, 405-387 до Н.Э. Хибризельм, эвризельм, дыр, греч. 387-383 до Н.Э. Котисай, 384-359 до Н.Э. Керсиблепт, дыр, греч. Ка, 359-341 до Н.Э. Восточная Фракия. Бересат, дыр, греч. Би, 359-352 до Н.Э. Западная Фракия. Амадок-2, дыр, греч. 359-351 до Н.Э. Центральная Фракия. Китрипор, дыр, греч. Сын Бересада, 356-351 до Н.Э. Западная Фракия. Терес-2, сын Амадока-2, 351-341 до Н.Э. Центральная Фракия. Управляется Македонией, 341-331 до Н.Э. Севт-3, дыр, греч. Сын Котиса Ай, 331-300 до Н.Э. Котис-2, сын Севта-3, 300-280 до Н.Э. Рейздос, райгос, дыр, греч. Сын Котиса-2, 280. Котис-3, дыр, греч. Лат. Катарс-3, 3 век до Н.Э. Сын Рейздоса, 270. Риску-Парисай, дыр, греч. Сын Котиса-3, 240-215 до Н.Э. Севт-4, дыр, греч. Сын Риску-Париса Ай, 215-190 до Н.Э. Амадок-3, сын Севта-4, 190-184 до Н.Э. Котис-4, сын Севта-4. Тирис-3, сын Амадока-3, 184-148 до Н.Э. Тирис-4, сын Тереса-3, 148-100 до Н.Э. Амадок-4, сын Тереса-4, 187 до Н.Э. Имена правителей, фракийская эспарада к тождественно-боспорскому Спарток. Бересад-Пересад. Риску-Парис, Риску-Парит, Котис. Где-то за Дунаем над Грецией, согласно ведических летописей, находился монастырь Семи Воинств, в котором жили воины-монахи до самого нашествия римлян. Воины-монах не участвовали в межусобицах местного народа, но охраняли ратою с дальних. Подступов. Вифиния, Греч. Лат. Бетенир, историческая область, древнее государство и римская провинция, существовавшая на северо-западе Анатолии, Малой Азии, между проливом Босфор и рекой Сангариус. Крупнейшими городами Вифинии считались Некомедия, Прусса и Никея. Своё название страна получила от фракийского племени вифинов, которые переселились сюда вместе с другими фракийцами с балканского полуострова около 700 года до Н. Э. Апиан свидетельствует, что ранее эта местность называлась Бибрикией. Помимо бебриков, среди местных обитателей упоминаются кавконы. В политическом отношении местные племена покорялись сначала Лидийскому царству в Виве в веках до Н. Э. Потом Персам в Виве в веках до Н. Э. Однако во все времена в Вифинии существовала своя местная династия. По свидетельству гераклейского историка Мемнона, когда около 435 года до Н. В Азии была основана афинская колония Астак, в Вифинии правил царь Дидалс. Ему наследовал Батир, а того сменил Бас. Он вел успешные войны с полководцами Александра Македонского и сумел отстоять независимость своего государства. Сын и наследник Баса, Зипойтай принял около 297 года до Н. После того, как он одержал очередную победу над македонцами, царский титул. Зипойтай оставил после себя четырех сыновей. Властью наследовал его старший сын Некомед Ай, который, по словам Мемнона, был для своих братьев не братом, а палачом. Второй из братьев, Зипойт Вифин, правивший тогда в финской Фракии, поднял в 279 году до Н. Метеж против Некомеда Ай. Война между ними была чрезвычайно жестокая. На стороне Зипойта выступали города Византии и Тес. Он имел также поддержку от сирийского царя Антиоха. Чтобы добиться перевеса над Зипойтом, Некомед Ай призвал себе на помощь из Македонии племена диких галатов. Они смогли одержать для него важную победу над братом, и в награду Некомед Ай отдал галатам часть своего государства, где они основали свое царство, впоследствии известное как Галатия. Некомед Ай убил Зипойта и еще одного своего брата, после чего смог закрепиться на троне. В 264 году Дайан, он основал новую столицу Вифинии, город Некомедия, в которой поселил жителей разрушенного Лисимаха Мастака. Некомедия была хорошо украшена великолепными постройками и вскоре сделалась одним из крупнейших центров Азии. Сразу после смерти Некомеда Ай в Вифинии снова вспыхнула новая война между его сыновьями. Некомед был женат дважды, и в обход старшего сына, Зиэла, завещал престол младшему сыну, Зипойту Три, рожденному во втором браке. Однако Зипойт Три, видимо, не смог удержаться на троне, был свергнут Диэлом и вынужден был бежать в Македонию. Эта вторая гражданская война Вифинии была еще более ожесточенная и кровавая, чем первая. Вифинское государство вышло из нее ослабленным и разоренным. Следующим царям приходилось править в весьма сложной международной обстановке, когда на востоке завязался целый узел противоречий и интриг, и маневрировать между слабеющей державой селивкидов, Македонией, понтийским царством и усиливающейся с каждым годом Римской республикой. Избрав, в конце концов, своим союзником римлян, Вифиния вскоре оказалась от них в зависимости, которая возрастала с каждым годом. Около 75-го года Даэн, последний вифинский царь, Некомет IV Филопатор, умирая бездетным, завещал свои владения Риму, после чего страна превратилась в римскую провинцию. В 64-м годе Даэн объединена с Понтом в римскую провинцию Вифиния и Понт. После распада Римской империи в 395 году на две части, восточную и западную, Вифиния оказывается владением Восточной Римской империи, Византии. Византийское владычество на этой земле было долгим и прочным. Во время войны Византии и Персии в 602-628 годах в Вифинию вторглись персидские войска и даже захватили Халкидон, близкий к столице империи город. Но вскоре персы были отсюда изгнаны. Несколько раз на территорию Вифинии проникали арабы, но эта земля никогда не входила в их владения. В 7, 8, 12 и 13 ВВ Вифиния становится одним из основных центров переселения в Малую Азию славян. Сохранилась печать славянской военной колонии в Вифинии, на тот момент, не позднее 7 в. Территория Фемы Апсикия. При Юстиниане два из-за перехода славянского корпуса на сторону арабов славяне Апсикии были подвергнуты страшному истреблению. В 13 веке Вифиния стала центром Никейской империи и до правления завоевания Константинополя в 1261 году, оставалась источником ее благосостояния. В 30-60-х годах 14 века ее полностью покорили турки-османы. Неудачи ахименидов в греко-персидских войнах способствовали ослаблению их влияния в малайзийских сатрапиях. Так в Вифинии утвердилась местная династия. Гераклейский историк Мемнон упоминает, что когда в Азию была выведена новая афинская колония Астак, в Вифинии правил некий Дедалс. На основании сообщения Деодора Сицилийского принято считать, что речь идет о 435 годе до н. Если исходить из года архонства Антиохида. Хотя консулат Марка Фабия и постумия Эбуция Улека, с которым Деодор соотносят политические события в Афинах, приходится на 442 год до н. Страбон несколько иначе об этих событиях, город Астак, основанный мигарцами и афинянами, а позднее — дедалсом. Современные ученые, впрочем, опровергают причастность местного династа к реорганизации греческого полиса. Во мнениях же о том, продолжал ли Арсак оставаться зависимым от вифинцев, существует расхождение. Больше о дедалсе почти ничего не известно. Исследователь Габелко А. Эль замечает, что первые вифинские правители вряд ли носили титул царя, а, скорее, их положение можно приблизительно охарактеризовать фракийским термином «рес». Сыном дедалса был Батир. Дедалсиды, около 435 года до Н. Дедалс. До 376 года до Н. Э. Батир, сын дедалса Ай. 376-328 года до Н. Э. Бас, сын Батира Ай. 328-297 года до Н. Э. Зипойт Ай, сын Баса Ай, принял царский царский титул в 297 году до Н. Э. 297-278 года до Н. Э. Зипойт Ай, сын Баса, принял царский титул в 297 году до Н. Э. 278-255 года до Н. Э. Н. Э. Баса Ай, сын Зипойта Ай. 278-276 года до Н. Э. Зипойт Вифен, сын Зипойта Ай, правил в финской фракии, восстав против брата. 255-254 года до Н. Э. Зипойт Трифилометр, сын Некомеда Ай и Этазеты. 255-254 года до Н. Этазета, вдова, вторая жена, Некомеда Ай, мать Зипойта Три, регент. 255-228 года до Н. Э. Зиаил Ай, сын Некомеда Ай и Детизилы, до 254 года до Н. правил в части страны в оппозиции к младшему брату и мачехе. 228-182 года до Н. Э. Пруссия Айхол, сын Зиаила Ай и Апамы Три, дочери Деметрия Два Македонского. После 167-149 года до Н. Пруссия Однозубый, сын Пруссия Два и дочери Диегила, кеницкого царя Фракии 16, 141 года до Н. Э. Соправитель отца. 149-127 года до Н. Э. Некомед 2. Эпифан, сын Пруссия Два и Апамы Четыре, дочери Филиппа Ви Македонского. 127-94 года до Н. Э. Некомед 3. Эвергит, сын Некомеда Два. 94-92 года до Н. Э. Некомед 4. Филопатр, сын Некомеда Три и Арестоники, первое правление. 92-90 годы до Н. Э. Некомед Ви Мемнон, настоящее имя Сократ Хрест, сын Некомеда Три и Хагни, занял престол при поддержке Метридата Шесть Пантийского. 90-89 годы до Н. Э. Некомед 4. Филопатр, сын Некомеда Три и Арестоники, второе правление. Метридатиды. 89-85 годы до Н. Э. Метридат Ай, шесть, Эвпатор Дионис, сын Метридата Ви Пантийского и Лаадики шесть, дочери Антиоха Четыре Сирийского, царь Понта в сто двадцать одни, шестьдесят три годах до Н. Э. Первое правление. Дидалсиды. 85-74 годы до Н. Э. Некомед 4. Филопатр, сын Некомеда Три и Арестоники, третье правление. Криму в 74-73 годах до Н. Э. Провинция Вифиния. Метридатиды. 73-72 годы до Н. Э. Метридат Ай, шесть, Эвпатор Дионис, сын Метридата Ви Пантийского и Лаадики шесть, дочери Антиоха Четыре Сирийского, царь Понта в сто двадцать одну, шестьдесят трех до Н. Э. Второе правление. Криму с 72-73 годов до Н. Э. Провинция Вифиния, затем в составе провинции Вифиния и Понт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова